В канун Нового года, 31 декабря, в Магнитогорске произошла страшная трагедия. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек. Спустя всего две недели еще одно происшествие теперь уже в Ростовской области. Взрыв газа в городе Шахты унес жизнь как минимум двух человек. В Иванове аналогичное ЧП произошло два года назад на улице Минской под завалами погибли пятеро. Чтобы свести подобные ситуации к минимуму, сотрудники газовой службы регулярно обходят квартиры Ивановцев. Реже одного раза в год специалисты обязаны проверять плиты и колонки. Подносим сигнализатор газа, течеискатель к кранам, соединениям газовой колонки. Кран на газовую плиту заставлен. Нужно отодвигать по возможности и проверять. Если человек не ощущает специфического запаха, это вовсе не означает, что все в порядке. Прибор же почувствует даже самую незначительную утечку. Впрочем, главная проблема для специалистов – попасть в квартиру. Несмотря на объявления в подъезде и просьбу обеспечить доступ в жилье, граждане не торопятся открывать двери. Те же, кто впустил к себе газовиков, могут получить необходимые консультации и рекомендации по эксплуатации и замене оборудования. Жильцы этой квартиры планируют установить новую колонку. При использовании газовых приборов граждане, как правило, не задумываются о необходимости их обслуживания. Специалисты, в свою очередь, не только проверят безопасность, но и выполнят необходимые манипуляции. Производим мелкий ремонт или отключаем газовую колонку. Чистим от пыли. Гарантировать полную безопасность газовики могут лишь при условии, что граждане будут четко следовать правилам эксплуатации оборудования. В частности, запрещается использовать газовое оборудование для отопления помещений, а также оставлять работающие приборы без присмотра. В избежание несчастных случаев нужно знать и соблюдать требования безопасности при использовании газового оборудования. Необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха во время работы газовых приборов, открыв порточку или окно. Контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. Заключать договоры о техническом обслуживании газового оборудования со специализированной организацией и своевременно предоставлять доступ специалистам для проведения работы. Доверие к газовикам подрывают мошенники, которые представляются сотрудниками Газпрома и предлагают свои услуги на финансовой основе. Последний раз коммерсанты наведывались в этот дом в конце декабря. Никакого отношения к сотрудникам Газпрома, которые уполномочены проверять газовое оборудование, торговцы огнетушителями не имеют. О своем визите специалисты предупреждают управляющую компанию, которая, в свою очередь, вывешивает объявления в подъездах. В них, к слову, тоже проводят осмотр газовых труб. Чтобы трагические события не повторялись, необходимо соблюдать всего два правила. Аккуратно пользоваться газовым оборудованием и впускать специалистов, которые проверят исправность этого оборудования. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.